Приветствую вас! Наиболее правильным ответом, по моему мнению, кажется, ответ эксперта Лидии, именно он является, ну, на мой взгляд, самым правильным и самым полным на данный момент. Правда, мне бы хотелось немножечко вам сказать вот о чём. Дело в том, что вот то, что с вами произошло, а я не буду, как бы, перечитывать весь ваш тест, ибо у меня он в целом понятен. Когда вы говорили, говорили, что вот вы получали два года, потом он захотел порвать отношения. Вот. Это вот первый момент. Почему мужчина захотел порвать отношения в принципе? То есть, что, что с ним произошло? Что у него было? Что его заставило? Так себя известно. Да. Лазный момент. Там что, чуть восстылили отношения, я хотел, как вы говорите, разорвать. Ну, это довольно-таки серьёзные причины, и как бы с этими причинами нужно разбираться. То есть, где здесь, например, вы? То есть, вот, скажем, вы говорите, я приняла это, пыталась вводить отношения с другими, но ничего не получилось, потому что чувства преднему мужчине не позволяли никого пустить в свою жизнь. У вас вот эти чувства, они направлены не на мужчину. Они направлены, по сути дела, на вас, на себя. То есть, когда вы говорите, что чувства к мужчине, по-прежнему, чувства к прежнему мужчине не позволяли никого пустить в свою жизнь, вы говорите, что только мой прежний мужчина давал мне то, чего я хочу. Только прежний мужчина может удовлетворить меня в том, что я хочу. Вот так. Так можно и нужно говорить здесь, вот именно в этом контексте, в данном контексте. Потому что ситуация такова, что это вот принципиальные моменты. И до тех пор, пока вы будете думать, что вы любите своего мужчину, до тех пор, пока вы будете считать, что у вас к нему именно чувства, у вас к нему именно чувства, а не потребность, которую нужно, во-первых, для начала ее надо бы осознать, потом ее нужно правильно удовлетворить, и после этого нужно, как вам опять же правильно сказал эксперт-лидия, более ценностное отношение вырабатывать к себе. Но это более ценностное отношение к себе связано с тем, как вы воспринимаете и себя, и мужчину. Вот именно от восприятия самой себя, от того, как вы сами себя воспринимаете, зависит то, что будет с вами в дальнейшем. То, что будет происходить с вами в будущем. Потому что ситуация заключается в том, что вы объективно, вот именно объективно, сейчас просто зависли в своих потребностях. и именно вот из-за своих потребностей, вы не можете ничего сделать, то есть вы не можете, как бы, получить контроль, собственно говоря, над своей жизнью. А это ведь очень важно. Чтобы контролировать свою жизнь, чтобы контролировать себя, нужно, во-первых, иметь удовлетворенные потребности свои. Это очень важно. Во-вторых, нужно любить себя, чинить себя, уважать себя. Это тоже очень важно. И, в-третьих, необходимо проработать те важные аспекты, которые связаны именно вот с тем, насколько вы уверены в себе, уверены ли вы в себе, не уверены ли вы в себе и так далее. Это вот те моменты, над которыми вам нужно работать. И вопрос заключается в том, хотите вы этого или нет. Потому что ваш вопрос, когда вы задаете его, вот как мне быть, это вопрос довольно такой, значит, я бы сказал, безответственный. Почему? Безответственный вопрос, потому этот, что он, как бы, снимает вас ответственность за то, что происходит в вашей жизни сейчас. Если вы говорите, вот у меня такая ситуация, вот я не знаю, что мне делать, помогите мне, помогите мне, пожалуйста. Но, ведь вы в этой зависимости, по сути, живете довольно долго. У вас же это долгий процесс, это же не первый день, не первый даже год вы живете вот так вот. И поэтому, так вот сразу, это не исчеренность, так вот сразу это не уйдет. И нужно отдавать себе в этом отсчет вам. Поэтому, работа с психологом на постоянной основе, опять же, так как вам сказала моя коллега, значит, воспитание к себе более ценностного отношения, вот. Определение причин того, почему вы к себе так относитесь, почему вы ставите свои потребности выше, своего достоинства и так далее. Какие это потребности вообще, в целом какие это потребности и что они из себя представляют. Вот это вот и нужно прорабатывать. И как, опять же, правильно вам сказала коллега Лидия, что это у вас, то что происходит с вами, это не началось с молодым человеком. Это было у вас всегда. И еще с начала детско-родительских отношений. И вот именно с детско-родительскими отношениями и нужно работать сначала. Поэтому, если вы хотите брать себя в руки, то вам надо начинать именно с этого. В чем вы в себе не уверены, почему вы идеализируете мужчину, почему вы считаете, что только с ним вы будете счастливы и так далее. Вот это все нужно определить так же, как и нужно определить, что он вам дает такого, по вашему мнению, что вы не можете получить от других мужчин. Ведь вы же говорите, что вы не могли пустить в свою жизнь других. Значит, у вас есть ощущение, что именно этот мужчина может вас сделать счастливы. Только он может сделать нас счастливы. Вот этот аспект тоже нужно обязательно прорабатывать. На чем базируется ваше утверждение? Какие страхи вы пытаетесь купировать данным поведением? Вот это все нужно с вами разбирать. К сожалению, это работа. И работа эта, к сожалению, не быстро. Выбирайте эксперта на нашем ресурсе и приступайте к этой работе. Я хочу вам заметить, что необходимо будет, чтобы вы сами старались что-то делать. Чтобы вы были нацелены на изменение отношения к себе. Будете изменять отношения к себе. Будете осознавать свою ценность. И ситуация будет выправляться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Прежде чем закончить, хотел бы сказать, что вам стыдно перед подругами. Вот вы так, скользко на этом заострили внимание. Но мне показалось, что это важно. Если вы пишите, что вам стыдно перед подругами. Если вы как бы оглядываетесь на их мнение, значит оно, это мнение для вас важно. Если для вас важно мнение подруг, значит вы получается в некоторой степени социально ориентированный человек. То есть вы скучиваетесь к общественному мнению. И у вас возникает фрустрация. В результате того, что вы не можете быть, например, в глазах общества той, которой они хотят. Оно общество хочет вас видеть. Если это так, то получается, что вы вполне вероятно можете считать, помимо всего прочего, что именно с этим мужчиной вы будете достойным членом общества. С другими мужчинами не будете, а вот с этим будете. И вот некая парадоксальность, если угодно, некая противоречия, связанная с тем, что вы ни с кем не будете достойным членом общества, если сам по себе не будете соответствовать своим внутренним представлениям о том, каким должен быть человек. личностью или социальным индивидуумом, или находящимся человеком в центре конвергенции этих двух полярностей. Но с этим вам тоже нужно определиться. Как видите, зависимость – это всего лишь следствие. Вот вы знаете, по большому счету, проблемы зависимости очень легко описать. В отличие от всех остальных проблем, ее очень легко описать. Я не могу отпустить человека, я его люблю, он не хочет быть со мной, что мне делать? Я без него не могу. И казалось бы, все, стоит с этим делать. В destru inverteство в действительности, продажи и в родительских отношениях. В том, как вы взаимодействовали со своим отцом. В том, как вы взаимодействовали со своей матерью. В том, как они давали вам почувствовать себя. Женщины, любимые и так далее. В том, как вы взаимодействовали со своими светлышниками в то время. В том, как вы взрослели, как была у вас первая любовь и так далее. И так далее. Вот во всем этом кроются те самые травмирующие, девиантные, то есть отклоняющиеся от нормы поведенческие модели, которые и привели в итоге к тому, что вы стали зависимы от своего молодого человека на сегодняшний день. То есть причина зависимости не в нем, не в молодом человеке, не в ваших отношениях, а в том, какую личностную нагрузку и личностный смысл вынесете в себе. И есть ли у вас вообще он, этот самый личностный смысл, привели ли вам его родители, а если нет, то какой для вас наиболее приемлемый путь. То есть зависимость это по сути всегда замещение чего-то, чего у вас не было и нет. Если бы человек был самодостаточным, если бы у человека было все, я имею ввиду сейчас в психологическом плане, в зависимости никого бы не произошло. Ну, по аналогии с наркотической или алкогольной зависимостью человек, во всем еще, например, вот алкогольная зависимость впадает постепенно. То есть его кто-то на это двигает, его кто-то толкает на дождь, и он периодически принимал алкоголь. Вот именно эти факторы, которые заставляют человека периодически принимать алкоголь, и нужно разбирать. А не то, что и как, и почему он сам, например, не может остановиться, если начинает пить. Это немножко другое уже. На этом все, надеюсь, что помог вам еще раз. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok